Приветствую всех, с вами Михаил. Усталец всех этих гибридов, трибридов, арматуры и так далее. Классический динамический драйвер NF-Audio NM2+, классика во всей красе. Очень интересные наушники, про которые я вам расскажу перед черной пятницей на Алиэкспресс. Да, кстати, про черную пятницу я сказал не просто так. Ребят, я заглянул в цены, они лучше, чем были на основной распродаже 11.11. По крайней мере, на некоторые товары уж точно. Пройдите по ссылкам в описании, там увидите реально крутые товары. Также ссылочка будет на мой предыдущий ролик, где я кучу всего рекомендовал, что можно купить на распродаже 11.11. Повторюсь, на некоторые товары цены сейчас будут даже лучше. Ну а мы приступаем. Я очень уважаю ваше время, поэтому быстренько поверьте моих в руках и переходим непосредственно к анализу амплитудно-частотной характеристики. Коробочка не сказала бы, что что-то особенное, но приятная полиграфия. Есть фольгирование вот такое вот. Короче говоря, не дешевочка, скажем так. Из характеристик описано только вот здесь вот, что собственно здесь драйвер динамический, что штекеры 0,78 мм. Да и все. А нужно ли знать об этих наушниках что-то больше? После того, как мы сняли супер обложку, у нас в руках остается вот такая вот коробочка, которую мы вот так вот открываем красивенько и видим, что здесь понятно макулатура. А здесь вот в этих лыжементах у нас лежат красиво наушнички. Даже не буду пытаться их сейчас сюда так же красиво положить. А под вот этим, ну как бы компакт-диском нас ожидает, во-первых, целый набор амбушюр. Ну, вы можете посмотреть на него поближе. Panasonic, я в тебе верю. Да, красавчик, хороший Panasonic. Ну, в общем, вы видите, что здесь есть атмосферные амбушюры и, ну, типа для линейной АЧХ. То есть, вы не только размер можете подстроить, но и звучание с помощью этих самых насадок. Ребятушка, ну и провод. Первое, на что обращаем внимание, это то, что здесь пеньки. То есть, подключаться это будет нормальными коннекторами, которые самые прочные, самые, в общем-то, лучше всего держатся. И просто посмотрите на качество этого кабеля. Он плотный, он вообще ни разу не путается. Это один из лучших кабелей, который я видел в комплекте с наушниками, которые идут. В общем, никаких претензий, классный кабель. Его можно один раз одеть и пользоваться буквально всю жизнь этих наушников. Ну и сами наушники. Честно скажу, я небольшой фанат вот такого дизайна. То есть, здесь просто точенный металл, ничего особенного. Впрочем, сделано все очень аккуратно, замечательно. Есть, как вы видите, обозначение левой-правой. Ну, сказать, про это нечего. Сидят в ушах хорошо. Единственное, что ушная раковина должна быть либо достаточно глубокой, либо эти наушники будут из нее несколько выпирать. Впрочем, это никак не мешает им держаться в ухе хорошо. В общем, по внешнему виду это все на любителя. Я лишь скажу, что мне они, в принципе, понравились. Но не вызвали какого-то восторга. Белая линия на амплитудно-частотной характеристики – это идеальный сигнал, поданный от 20 Гц до 20 кГц. Синяя линия – это TRN-BA8 и зеленая линия NF-Audio NM2+. Ну, точнее, то, как они отыграли эту самую идеальную амплитудно-частотную характеристику. Как вы видите, за исключением буквально вот этого момента и вот этого момента, эти АЧХ буквально близнецы. Ну, и для тех, кто не знает, повторюсь, TRN-BA8 сейчас мои самые главные, самые основные наушники. Несмотря на то, что они там не самые дорогие в моей коллекции. Ну, нравятся. Ну, очень они комфортные, как домашние тапочки. Люблю их. Ну, а теперь сравнение. Низкие частоты в обеих моделях не выделяются каким-то супер-мега-объемным басом, который будет заставлять дрожать вашу черепную коробку. То есть, здесь бас ровно такой, каким его задумали. То есть, он есть, он хорош, но не стоит думать, что это басхедная модель. Очень нравится, как это все звучит в обеих моделях, но природа у этих наушников совершенно разная. TRN-BA8 это полностью арматурная модель, а NF-Audio NM2+, это полностью динамическая модель. То есть, в одном случае у нас 8 излучателей в каждом наушнике арматурных, а в другом случае у нас всего лишь один динамический излучатель. И вот динамический излучатель отыграет вот эти самые басы, как мне кажется, все-таки более натурально, хоть и не так быстро, как у TRN-BA8. Впрочем, я не могу здесь выделить однозначно победителя. Каждый по-своему хорош. Один чуть-чуть более быстрый, такой более техничный, а другой чуть-чуть более объемный, натуральный. По громкости басы одинаковые в обеих моделях, как вы видите, исходя из графика. Средние частоты. Вот здесь вот проявляется больше всего, даже больше, чем в басах природа этих наушников. В одном случае, то есть у TRN-BA8 есть небольшая проблема с тем, что средние частоты вокал, особенно некоторые композиции, в некоторых точнее композициях вокал, звучит немножко суховато и хочется добавить вот этой вот натуральности, то у NF-Audio NM2 Plus здесь полный порядок. Динамический излучатель хороший и отлично отрабатывает очень-очень натурально эти самые средние частоты. Количество на их тоже ровно столько, сколько нужно. Их не слишком много, чтобы этот звук был таким, знаете, плоским и некрасивым. И не слишком V-образность вот этого выделена, чтобы этот звук казался таким, ну, слишком попсовым. Короче, вот прям хорошая мониторная подача с небольшими акцентами на низких и с высоких частотах. Ну, а теперь про отличия, собственно, на высоких частотах. Как видите, у TRN-BA8 тут все прям ровненько-ровненько, вплоть до спуска, да. А у NF-Audio NM2 Plus есть вот такой вот здесь вот пик. Я этот пик слышу. Он не режет слух, он не выделяется как-то особенно. Но, тем не менее, яркость вот этих самых высоких частот, он подчеркивает достаточно прилично. И мы имеем здесь вот еще один пик в конце, который, на мой взгляд, даже положительный. По той причине, что если у TRN-BA8 здесь уже мало что можно будет слышно, то вот у NM2 Plus те инструменты, которые могут играть где-то в районе 12 кГц, вы услышите очень даже хорошо. И это добавит детальности. Точнее, скажем так, ощущение детальности. Потому что все-таки в данном случае, как мне кажется, у TRN-BA8 есть определенное преимущество за счет того, что это арматурные излучатели, которые традиционно лучше на высоких частотах отработают эту самую детальность. Но вместе с тем, опять же, за NF-Audio NM2 Plus остается более такая натуральная, что ли, подача. Мне нравятся обе эти модели, но, тем не менее, лично для себя я все равно остаюсь с TRN-BA8. Просто мне дико нравится вот эта вот мониторная, кому-то может даже показаться скучная подача TRN-BA8. Вместе с тем, у каждого свои вкусы, и поэтому существует достаточно много хороших наушников. А обе эти модели определенно чертовски хороши. Могу ли я порекомендовать эти наушники? Безусловно. Что же мы имеем в итоге? Наушники совершенно спокойно справятся с любой абсолютно музыкой, с любым жанром. И в рэпчике со всеми этими низкими частотами и глубокими обвасами не спасают. И прекрасно, натурально отыграют средние частоты. Вокал, классическую музыку, в общем, все это очень-очень натурально. Ну и высокие частоты. Несмотря на то, что здесь один динамический драйвер, он спокойно совершенно сыграет даже в тяжелом металле. Знаете, где куча гитара, ударная установка с кучей барабанов, какой-нибудь вокалист с гроулингом, да еще и барабанные установки здесь будут вам выбивать дробь. Все прекрасно отыграется, без всяких заминок, без всякого тушевания. Короче говоря, очень универсальный и самое главное, повторюсь, натуральное звучание. Так что, если вы ищете именно такие наушники, загляните по ссылкам в описании. Повторюсь, распродажи, очень хорошие цены. И не забудьте просить по ссылочкам, которые я оставлю также из другого ролика. С вами был Михаил. Подписки, лайки, все как обычно. Люблю читать ваши комментарии. Всем пока.